Хотел побеждать и показывать все лучшее за... Ну что, друзья, все лучшее. Пошумим немножечко перед Прохоровкой, понеслась! Финальчик будет жаркий, посмотрите на этих супер коней от Торнадо на Прохоровке, и уже становится интересно. Да, смотрим за разъездами, смотрим, друзья, также за ситуацией по сетапам, что там происходит. Отмечаем также, что никакой информации дополнительной давать игрокам не будем, будем максимально закрыты. Но при этом немного шуметь, конечно же. Что по сетапам? 4 супер коня, СТРВ, 2 батчата в обороне от Торнадо. У команды Раш, в свою очередь, очень тяжелый сетап, стоящий из 5 тяжелых танков. 2 китайца, 3 совета и 2 батчата. Ну, мы видели, что делали Раш в предыдущем матче, повториться будет крайне сложно, поэтому должна быть дополнительная тактика, тактика под финал, тактика под команду Торнадо. Но, опять же, в составе Торнадо мы видим СТРВ, и, возможно, они после того, как смотрели полуфинал предыдущий, тоже решили поменять свою стратегию, как-то, возможно, поменять позицию СТРВ. Да, действительно. Возможно. Если есть планце, то он должен быть, он должен быть исполнен. И самое главное по сетапам, как правило, это тоже очень и очень важно. Друзья выкатывают уже на центр 3 танка, 3 супер коня, и начинают они сражаться от башен. Очень круто получается, очень бронированная башня, в принципе. И все это позволяет. В свою очередь, 113-е ходят. Эппл, Патпл, где яблоко? Нет яблока, 828 очков, прочность остается, прилетает по серверу. До этого момента Торнадо идеально, казалось, отрабатывали по танкам команды Раш. Да, пострадал Ирина немножечко слайд, но, в общем-то, сейчас впереди, я думаю, команда Раш, за счет того, что они могут сделать быстрый минус. Ну а по здоровью отмечаем, что действительно очень сильно просел Эппл, уехал ближе к центру для того, чтобы был перекрестный огонь, и получает там еще Ирина, посмотрите, остается ваншотный. У Биа Вольфу также большие проблемы. Что дальше? Нирью раздал свой барабан, теперь делает Гусли. Да, друзья, ну не забывайте, что, в принципе, опять же, СТРВ, которая тоже, по идее, работает здесь, пытается работать по тяжам команды Раш, не делит КП, и, в принципе, возможно, где-то в этих перестрелках как раз в преимуществе находятся именно парни из команды Раш. Раш, Торнадо, ну пока все неплохо, все равно довольно равный бой, по ХП впереди Торнадо. Конечно, у Эппла 408, 677 у Нира, но, опять же, это не так страшно, потому что 113-й тоже хорошо раздамажены, Ирина ваншот, Биа Вольф двушотный. Ну что ж, равная борьба, друзья, равная борьба на центре, причем все фланги задействованы, отмечаем, что есть информация, есть ситуация по засветам, ну и батчаты не скучают. У нас вот фактически вся карта разложилась на такие микродуэли, и каждый пытается друг друга, ну как я не знаю, в микро-боях, в микро-зарубах переубедить. Битва, битва, вот я люблю, когда Прохоровку вот играют через центр карты оба коллектива, и атака, и защита я имею в виду, и идет постоянный бой, какая-то перетяжка, доли секунды может решать в такой момент, какой-то там более ранее подготовленный барабан, например, батчатов. Это, конечно, будет очень интересно. Но не забываем, кто в атаке. В атаке Rush им нужно как-то вот развивать события, искать слабое место в этой обороне, как-то вскрывать яблоко, как-то ловить Нира, и, может быть, дальше вот за счет преимущества, полученного по танкам, как-то и выигрывать бой. Время еще есть, целых 7 минут и 5 секунд у команды Rush на эту атаку. Но не забываем, что все-таки Прохоровка — это явный выбор команды Торнадо. Налетят прострелы, друзья, в сторону СТРВшки, пытаются найти снаряды ПТшку, но пока тщетно, друзья, не получается ничего у команды Rush здесь. Но, может быть, что-то и залетело. Конечно же, никто же об этом не знает. В свою очередь видим мы и ряд других перетяжек, которые случаются на карте. Ну и засветы на центре продолжают быть. Кстати, братан, не обратил внимания, какое изначальное было преимущество по ХП у Торнадо, потому что у них конкуреры, хотя и с другой стороны 2 бата и СТРВ. В целом равная. Равная ситуация, да. Было ли оно вообще? Еще Нуклер получает. И дальше вот эти микростычки они продолжают. Это врыв, друзья. Мы видим, что Неспи просто рвется вперед, дабы забрать 113-го, но надо реализовывать это здесь и сейчас. Еще Беовульф. Беовульф уже на гусле и, в принципе, есть еще снаряды у Неспи. Беовульф пытается за танком отманцеваться как-то, но без шансов. Неспи, хороший, великолепный врыв, минус 2. Танка вот для команды Раш. Битый Кириллойд, битый Анатолич. Достается слайду и с СИ седьмой страдают. Да, баты фуловые, но толку от этого никакого. У Неспи проблемы с заряжающим, но... Самое главное убежать сейчас для Неспи. И самое главное подставить своего противника, своего бачата. Но нет, не получается. Но, друзья, есть минус! Инспайрер и страйк делают по минусу от Торнадо Энерджи. Далее 4-5 ситуации и очень много ваншотов. Да, действительно, здесь как одна, так и вторая команда может потащить. Но сервер великолепно работает. Забирает еще одного соперника. Анатолича 19 хп остается. Добирают и толика. Два бата инфстрайк против пятерых танков команды Торнадо. И все это в атаке. Нет, это, наверное, чересчур сложно. И пока что команда Торнадо выстрела, судя по всему, в защите. Да, Грифон на СТРВшке также подъехал. И смог разделить здоровье со своими тиммейтами. Далее мы видим, опять-таки, перетяжки, переезды. Ну и микродуэли, в которых решилось все преимущество, как мы видим, налицо. И тут замечательная ситуация для Торнадо, для того, чтобы выйти вперед. Ну, был там, теоретически, наверное, шанс как-то еще отыграть их хп и танки у команды Rush. Но, опять же, для этого нам нужно еще раз будет посмотреть повтор. Посмотреть как раз именно статистику, кто пробил, кто не пробил. И тогда уже мы точно поймем, что же произошло там на центре. И где не хватило какой-то домашки. Ну что, пытается страйк отработать. Опять же, не засвечен его бат. Неплохо. Тут через два батчата пытаются через кусты отыграть. Все хорошо пока для команды Rush. Но вот техники-то маловато остается. И уже далее засвет для страйка. И сразу же погибель. Не выпустили просто. Закрыли страйк. Возможно, думал, что здесь один конкурер пытался проскочить, уйти в низинку. Но там оказался и второй. И, конечно, уже в этот момент никуда не уйдешь. 4 минуты 25 секунд. Ну что же, попытаются сейчас Торнадо, я уверен, захватить базу. Потому что ехать за батом, искать его, это бессмысленно и беспощадно. Это точно. Ну и в свою очередь у Инспа тут непаханное поле для работы. И, как мы видим, танков просто очень много. Если они ворвутся все на один единственный батчат, то, конечно же, шансов у Инспа не будет. Там снарядов не хватит. Вообще, на самом-то деле, теоретический шанс есть. Но давайте посмотрим, что будут делать Торнадо. Возможно, они опровергнут мои слова. Сейчас посмотрим. Видимо, попивает там кофеек, в свою очередь. Есть доппайок у сервера. Он и поехал танковать. Первый в засвете. Едет дальше, дает информацию о лампочке. Ну и Инспайрер где-то рядом. Понятное дело, уже тут выхода нет. Нет. Видимо, пошла инфа от Грифона, что я перекрыл ему выезд. Он не уйдет, не перекатится через железнодорожное полотно. И, в принципе, наверное, поэтому было принято решение дожимать до конца. Браво, красавчики, парни. Никакого захвата пошли, не отпустили баток. Хотя на Прохоровке, возможно, были бы какие-то проблемы. Диадор просит убрать лампу, его флэшит, ослепляет. И, возможно, сейчас наши световики немножечко пофиксят ему. Тут у Инспу прочее всех. Он в бейсболке. Ну да, он просто отжал бейсболку у левши, говорит, дай поносить пока. Правила шапки нет здесь на чемпионате. На многих киберспортивных ивентах запрещают сидеть в головных уборах игрокам. Но, опять же, здесь, по-моему, нет такого правила. Поэтому... Ну и вот он решающий прыг, друзья. Ну точно нет, потому что здесь кепка. Ну да, это точно. Ну и вот минус один, вот тебе минус второй. И как результат мы видели, чем все закончилось для команды Раш. Действительно, два этих танка оказались на острие. На тоненького тут пытались как-то выживать. Но врыв Батчата с полным здоровьем и решил исход этого поединка. Нескви далее еще попытался убежать. И страйк очень сильно подставился под снаряды. Но и в результате уже не так далее. Здесь, мне кажется, знаешь, все в сумме. Здесь из Суперкони неплохо отстрелялись. По-моему, небольшой перевес. Все-таки был в перестрелках против СОВ 7-х и 113-х. Также Баты команды Торнадо сыграли на опережение. Да, комичные моменты. Нерью тут продолжает красоваться. Меня плохо показывают. Плохо. Лучше показываете меня. Больше. Вот он топ по дамагу. Инспарар лучший. Но он оставался в конце. Почти 4000 урона. Потрясающий результат. После него Нуклеар и Сервер. По 3000 урона или около того. Ну и страйк и Грифон замыкают турнирную таблицу. Ну что же. Разминочка прошла. Все довольно неплохо. Карта команды Торнадо. Ребята забирают. Погнали, что первый бой. Это оборона. И вот, в принципе, выглядели очень серьезно. И я подозреваю, что у них есть серьезный какой-то выезд в атаке. И думаю, что это все-таки будет, скорее всего, правая часть карты. Мне кажется, все-таки за старые схемы возьмутся ребята и попытаются там, в деревне, как-то выиграть бой. Думаешь так? Новая давно забытая старая. Ну почему бы и нет? Может быть, еще какие-то старые стратегии припрячу, придумаю. То есть, опять-таки, я видел ситуацию, когда была жеребьевка, когда как раз…